Привет! На календаре пятница 13-е. Последний рабочий день текущей недели. Неделя достаточно интересная, очень волатильная и даже результаты этой недели, вот по итогам торгов я имею ввиду на мировых рынках, на валютных рынках, я считаю, что на эти все темы будут написаны, может быть даже не одна книга, может быть даже эти ситуации войдут в учебники по финансам, в исторические какие-то хроники и так далее. Может быть даже фильмы снимут того, как это было, черный понедельник, черный вторник и тому подобное. Но давайте не будем сейчас вдаваться в лирику, давайте проговорим основные моменты, такие общие итоги подведем. Я в этом видео коротком не буду сейчас заострять внимание на какие-то важные там события, поскольку фундаментально они принципиально сейчас не изменились, лишь только какие-то текущие моменты. Так вот, я лишь только хотел бы сегодня изложить свою стратегию, как я считаю, как можно сейчас действовать на финансовом и фондовом рынке в сложившейся истории. Начнем с того, что вчера индекс S&P 500, индекс NASDAQ, точнее пардон, это у нас индекс Dow Jones упал почти на 10%, S&P на 9,5%, то есть это падение, можно сказать, уже сильнейшее за последние 33 года. Какой можно из этого сделать вывод? Вот это вот, конечно, техническое падение, оно на самом деле даже уже напрашивалось. Индекс рос уже на протяжении 10 лет, как минимум, уже без особых коррекционных движений. Собственно, уже и с технической, и с фундаментальной точки зрения, вот эта коррекция, она, конечно же, напрашивалась. Более того, мы не единожды с вами говорили в наших обзорах и вообще очень много было информации даже в прошлом году о том, что прибыли корпорации американских компаний. Они растут уже более низкими темпами, как акции этих компаний, которые входят в индекс S&P 500. То есть получается некое несоответствие. И фактически мы с вами уже наблюдали вот раздувание некого пузыря. И рано или поздно, естественно, этот пузырь должен обязательно сдуться. Опять-таки давайте вспомним начало президентского срока Трампа. Он изначально сразу же говорил о том, как только заступил в должность президента, что он будет снижать налоги на корпорации. Разве поднимать, как-то стимулировать бизнес корпорации. Естественно, это все воодушевило представителей крупного бизнеса. Естественно, это понравилось Wall Street крупным инвесторам. И вот эта вот ситуация, она, естественно, тоже подстегнула к такому ажиотажному росту, к покупкам ценных бумаг. И уже даже в начале этого года, и мы в своих обзорах об этом говорили, что уже даже ФРС забеспокоилась о том, что инвесторы, несмотря на достаточно высокие цены на акции компании, входящих в индекс S&P 500, несмотря даже на это, все равно покупаются, покупаются и покупаются. И сегодня мы с вами уже стали свидетелями такого серьезного падения, которое фактически-то даже визуально уже превосходит падение по 2008 году. Даже давайте посмотрим. Вот последние два месяца у нас падение, это получается февраль-март. И вот я обвожу вот эту историю. Это у нас 2008 год. То есть мы с вами даже визуально можем посмотреть, как сильно мы с вами провалились. И более того, я считаю, что это еще только начало. То есть вот это начало коррекционного движения. И даже если мы просто бегло посмотрим на график индекса S&P 500, то мы можем с вами предполагать, что падение может быть вплоть до 2200 пунктов. Это при условии, конечно же, если сейчас не будут какие-то приниматься экстраординарные меры. И вот, кстати говоря, по поводу мер. Сегодня прочитал информацию на Рейтерсе по поводу Боинга. Это крупнейшая компания, авиастроитель американский. Мало того, что у него проблемы были с падением заказов. Помните историю с Боингом 737 Max, по-моему, да, он называется. Из-за которого вся эта проблема история началась. Так вот, вот эта компания, она за последнее время привлекла в своих банках порядка 14 миллиардов долларов. И это привлечение денег, оно неспроста. Да, дело в том, что сегодня Боинг в сложном финансово-экономическом положении. Заказы на продукцию Боинг практически сведены на нет. Более того, сюда добавляется история с ограничением полетов со всеми связанными событиями, которые мы с вами знаем. То есть, мы с вами говорим о том, что направление в Азию у нас сильно упало, перелеты, да. То есть, крупные авиакомпании сократили свои полеты. Вчера буквально Дональд Трамп ввел ограничения на приезжающих из Европы. Это тоже достаточно серьезный такой удар по перевозкам, по туриндустрии, по авиаперевозкам и так далее. Короче говоря, это вот такой некий, знаете, показатель и некий индикатор вообще ситуации, скажем так, в мире. И вот эта компания Боинг, она как прецедент, понимаете. Она может выступить как неким таким спусковым крючком к более серьезному мировому экономическому кризису. И почему? Да потому что вот она привлекла кредиты, а фактическая операционная деятельность сейчас падает. Вопрос, даже не быть каким-то крупным финансовым экспертом, за счет каких средств эти кредиты будут потом отдаваться. И как вот было написано в той статье, сейчас, конечно же, многие ожидают какого-то более решительных действий со стороны ФРС США. Мало того, что она снизила ставки, как мы с вами знаем, неочередное было снижение ставки. Мало того, что она выкупает краткосрочные облигации, то есть тем самым вливая деньги в экономику. Этих мер уже недостаточно. Даже тот же Boeing уже не испытывает какой-то поддержки. И, соответственно, если ФРС не будет кредитовать, собственно, уже практически напрямую корпорации, поддерживать ликвидностью банки и крупные компании, то, честно говоря, ситуация может быть крайне тяжелая. Сюда же добавляем ситуацию с нефтяного рынка. Мы вчера много говорили про нефть. Дело в том, что американские компании, сланцевики, они ведь тоже, по сути, сейчас находятся под угрозой, может быть, даже некоторых из них исчезновения с рынка, потому что низкие цены на нефть – это падение рентабельности. А эти компании, между прочим, ведь тоже закредитованы. И для того, чтобы отдавать на кредиты, им необходимы достаточно высокие цены на нефть, стабильный спрос. Спрос падает, котировки падают, развязывается некое такое торговое противостояние между Россией и Саудовской Аравией. Естественно, крупные компании, может быть, более или менее будут каким-то образом страховаться, но более мелкие компании, они просто будут уходить с рынка и потянут за собой вот эти вот долговые проблемы и потянут за собой проблемы банковского сектора. Ну а уж если, коллеги, это дойдет до банковского сектора, то тогда мы с вами станем свидетелями еще больного такого, знаете, серьезного такого кризиса, который, возможно, может быть, даже по своей силе, может быть, пробить даже и 2008 год. Но мы не будем сейчас нагонять жути, конечно же, более того, Ворон Баффет тут буквально недавно заявил о том, что текущая ситуация с кризисом, она, конечно же, пока не тянет до 2008 года, поэтому будем верить старину Баффету. Но, тем не менее, даже графически, да, мы с вами смотрим, вот это ответственное падение, оно просто-напросто еще нам говорит о том, что падение только начинается. И уже даже поговорят о том, что мы с вами стали свидетелями вообще, скажем так, уже перехода из медвежьего периода в бычьего, пардон, ошибка, хотелось бы так, из бычьего периода в медвежий период. То есть сейчас идет такая смена тенденции глобальная. И вот эта тенденция, конечно же, она может продолжаться от нескольких там месяцев, от полугода до двух-трех лет спокойно. И, исходя вот из этих всех соображений, я лично немножко даже приостановил вот эту практику покупки акций, потому что я считаю, что рынки еще больше должны проваливаться, еще будет большее падение. Поэтому, и, конечно же, могут какие-то быть коррекционные движения вверх, попытка восстановиться, но фундаментально, конечно же, все-таки еще полагаю, что мы с вами увидим более глубокие просадочки. Что касается пары доллар-рубль, то здесь по рублю мы с вами вчера определяли значение 76.2, 76.5, то есть это тот предел, пробитие которого у нас будет уже означать уход пары на более высокие значения. И здесь, на мой взгляд, стратегия должна быть следующим образом выглядеть. Дело в том, что если кто-то покупал доллар, например, по курсу 64-65 рублей за американский доллар, то на текущих уровнях, может быть, имело бы смысл какую-то долю зафиксировать, может быть, одну четверть от купленных долларов в рубли. Зачем и почему? Да потому что, на мой взгляд, сейчас наиболее разумным будет это аккумулировать именно наличку, кэш на своем брокерском счете, для того, чтобы дождаться вот такого, так называемого дна, на котором уже можно откупать бумаги. То есть это нормальная ситуация. Но, в принципе, если вы, кто смотрит этот обзор, более уже такой опытный инвестор, я полагаю, что у любого инвестора всегда в наличке должен быть какой-то кэш. Как кэш, я имею в виду наличность, как в рублях, так и в долларах. А если у кого ее нет, то сейчас, в принципе, оперативно, если вы ежемесячно откладываете сумму средств на свой счет, то, может быть, имеет смысл каким-то образом ее подаккумулировать, пока не торопиться с покупками. Потому что я считаю, что по индексу, по крупным компаниям, в том числе российского, в том числе американского рынка, мы еще с вами увидим еще падение. И вот это дно, которое пока что еще непонятно наступило или нет, возможно, мы еще ниже с вами упадем. И только тогда уже, может быть, оставить время для покупок. Что касается пары доллар-рубль, то, конечно же, здесь перспектива ослабления российского рубля, она остается. Единственное, еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что пара доллар-рубль сейчас, конечно же, подходит уже к тем отметкам, где были массированные продажи. Мы с вами говорим про январь, начало, собственно, года 2016. Но, естественно, здесь психологически могут быть, выступать какие-то продажи. И даже технически мы можем с вами в какой-то момент попытаться сходить в коррекционное движение. Опять-таки, вот это коррекционное движение, это будет повод для того, чтобы увеличить доллары в своем портфеле. Поэтому, логика здесь простая. Если мы с вами растем выше и выходим в район 82-84 рубля за доллар, что очень даже вероятно, то здесь фиксируем какую-то долю, переводим в рубли для того, чтобы потом откупить дешевые акции за рублевые, имеется в виду. Если же мы, наоборот, с вами идем в коррекционное движение вниз в район 68-70 рублей за доллар, то здесь, наоборот, докупаем доллары на те рубли, которые у нас еще имеются. И в конечном итоге мы с вами приходим к такой, к подушке, к рублевой и к долларовой подушке именно в наличности. Ну, а что касается покупок акций, то я считаю, мы с вами еще дно должны увидеть более глубокое, поэтому с покупками, по крайней мере, я лично не тороплюсь. Я, конечно же, вас не призываю повторять эти действия ни в коем случае. По сути дела, я просто делюсь своими соображениями и предположениями. Так, коллеги, наверное, все. Давайте будем завершать наше такое вот небольшое рассуждение. Давайте посмотрим, как закроется эта неделя. Поговорим уже о том, какие перспективы нас ждут по итогам будущей недели уже, наверное, в понедельник, потому что сейчас крайне волатильность высокая, все может быть. Ну, а в целом ситуация, конечно же, крайне интересная. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки и увидимся уже в следующих обзорах. До встречи в эфире. Пока.